На оглашении вердикта суда главный подсудимый Арман Сырыбаев, находящийся под стражей, был доставлен в сопровождении конвоя. Второй обвиняемый, Нурмахан Сулейменов, дожидался приговора без охраны. Сторона пострадавших в зале не присутствовала, что не помешало судье огласить вердикт. Арман Сырыбаев был признан геновным по ряду статей, в том числе по главному обвинению в попытке убийства с применением огнестрельного оружия. Обвинительный приговор с лишением свободы получил и Нурмахан Сулейменов, который в драке нанес ножевое ранение своему противнику. Арман Сырыбаев приговаривается к 10 годам строгого режима, Нурмахан Сулейменов к 6 годам общего режима. В апреле этого года небольшой городок был шокирован стычкой между молодыми жителями из соседствующих микрорайонов Арысь-1 и Арысь-2. Мы 10 апреля на пикнике отмечали рождение сына у друга. К нам подъехали ребята из соседнего района. Спросили, не видели ли мы лошадь. Мы ответили, что не видели. И мне понравилось, как мы отвечаем. Произошла драка. А потом они сказали, что вечером с нами еще разберутся. По показаниям подсудимых, в тот вечер они не хотели продолжать разборку, но все равно были вместе. Неожиданно к ним подъехало 2-3 машины с парнями, которые сразу же бросились в атаку. В той драке Нурмахан Сулейменов нанес ножевое ранение одному из своих противников. Он меня сзади схватил за шею и стал душить. У меня был нож, и я стал отбиваться. По утверждению подсудимых, именно оппоненты открыли по ним стрельбу из оружия. У меня не было никакого оружия. Наоборот, те ребята открыли стрельбу. Я стал убегать. Зашел в незнакомый дом. Попросил убежища у хозяйки. Она меня впустила. Я сказал ей, чтобы она тоже пряталась. А на следующий день меня задержал ОМОН. В полиции на меня надевали противогаз. Делали слоника. Добивались, чтобы я признался в попытке убийства. Между тем, судебное следствие установило, что именно Арман Сарыбаев имел при себе неустановленное оружие и открыл стрельбу. Приговор пока не вступил в законную силу.